Дмитрий Мракита Все желающие рязанцы теперь могут узнавать об основах дыхательной гимнастики, а также проходить 10 тысяч необходимых ежедневно шагов в компании главных врачей рязанских больниц. Так, каждое воскресенье в Центральном парке культуры и отдыха в 12 часов проходят так называемые прогулки с врачом. Во-первых, мы во время прогулки совершаем 10 тысяч шагов, которые необходимы каждому человеку для укрепления своего состояния здоровья. И здесь, во время прогулки, когда человек идет в компании либо главного врача, либо главный штатный специалист, либо какого-то известного врача, он может посоветоваться, он может спросить что-то, проконсультироваться. Но вот мы совершаем эти прогулки, во-первых, хочу от себя сказать, они приносят нам действительно такое удовольствие. И мы не раз отмечали, но где мы еще можем-то представить, когда во время прогулки, в течение часа, полутора, в хорошей атмосфере, в хорошей компании, мы общаемся, мы консультируемся, разговариваем. Но помимо вот этой составляющей данного проекта, хочу еще отметить, что регистрация у нас проходит с 11 до 12, и в процессе регистрации любой желающий может пройти скрининг, обследование в свое состояние, получить консультации по здоровому образу жизни и в целом получить удовольствие от прогулки. Дмитрий Романович, вот такие как прогулки с врачом, расскажите о них подробнее, откуда вошла такая идея, как вы лично к ним относитесь, и какую пользу можно принести пациентам, лизанцам? Вот прогулки с врачом – это американская, так сказать, фишка, как сейчас принято говорить. И она, собственно говоря, связана с особенностью именно американской медицины. Потому что американская медицина, она очень дорогая, и даже консультации, допустим, с врачом по телефону, там стоит достаточно больших денег. Какой, так сказать, цели, какие преследует вот эта прогулка с врачом? Ну, в Штатах в основном это было для того, чтобы усилить комплементарность, то есть приверженность больных к лечению. Потому что когда говорит авторитет так, то вы его совершенно по-другому воспринимаете, чем, скажем, участкового врача. Это везде. Здесь прогулка с врачом превратилась в своеобразные вариации школы. Почему? Потому что вот здесь какие цели, значит, преследуют? Ну, в первую очередь, это пропаганда здорового образа жизни. Это первое. Второе – это приверженность и агитация за ежегодные диагностические осмотры и обследования, чтобы вовремя обнаружить патологию. В-третьих, это когда авторитет, значит, авторитет рассказывает о современных методах предупреждения и сохранения здоровья. Это крайне важная вещь. Ну и, наконец, это пропаганда ходьбы как наиболее эффективного метода профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Вот вы уже прогулялись с вязанцами. И какие вопросы наиболее часто вам задавали в этот раз? Ну, я вам скажу так, что мы, конечно, готовились. Вот. И когда мне сказали, что будет порядка 50 человек, вот, то я понял, что один я никак не справлюсь, даже имея свой педагогический опыт. Потому что человек, даже вот когда аудитория сидит, он одновременно может держать, ну, опытный, допустим, преподаватель, ну, до 9 человек. А такой неопытный 5-7. Во время прогулки вообще общаться можно только вот слева-справа, да? То есть, ну, 4 человека максимум можно захватить. И потом, если все они одновременно начинают задавать вопросы, а такое бывает среди наших, вообще-то очень сложно. Поэтому, вот, продумав эту методику, я, конечно, пригласил на эту прогулку своих коллег. И я, обращаясь к аудитории, когда, так сказать, преамбулу делал перед этой прогулкой, я говорил, что поскольку я, что называется, многостаночник, у меня несколько медицинских специальностей есть, я ими владею. Поэтому все вопросы по кардиологии я предлагаю задать моим коллегам, которые будут отвечать. А я буду отвечать на все остальные вопросы, касающиеся других отраслей медицины. Поэтому мне в основном пришлось отвечать на вопросы, связанные с гастроэнтерологией, скажем, пульмонологией, вот, и артрологией, вот, и, скажем, такими вот специальностями. Ну, вот, например, какой вопрос вас заинтересовал, чтобы телезрителям, например, сейчас рассказать, у которых не получилось прийти на такую прогулку? Ну, очень часто, так сказать, стоит проблема, скажем, дисбактериоза, вот, у нашего населения. Причем дисбактериоз кишечника, как правило, не самостоятельное заболевание, а оно, так сказать, сопровождает другие хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Поэтому речь шла о алгоритме диагностики, что, какие обследования надо пройти, прежде чем, допустим, попасть на консультацию и получить адекватные разъяснения по питанию, там, опять, по, так сказать, образу жизни. В общем-то, оказалось, что те лица, а их было 4 человека, которые интересовались этим, у них полностью было обследование, они прошли, но, как бы, не найдя ничего страшного у себя, они начали преуменьшать значимость вот этой патологии, которая у них была. Я им просто разъяснил, что лечение должно быть достаточно упорно, и только одними медикаментами при заболеваниях желудочно-кишечного тракта никогда не обойдешься. Там, как и при многих других заболеваниях, так сказать, прежде всего, это диета. Потом, ну, достаточно распространено у нас поражение суставов у населения. Вот, очень распространено, и наши коллеги делают много высокотехнологичных операций в областной клинической больнице. Вот, многих интересовало, вот, в какие сроки там реабилитация должна быть. Дмитрий Романович, как думаете, насколько эффективны вирязанцы вот такие пробулки? Я думаю, что это достаточно эффективно и интересно, как форма, как одна из форм работы. Но не надо, так сказать, забывать, во-первых, о других, вот. Ну, и значимость этой работы показывает тот факт, что, когда вот эти пробные прогулки прошли, то министерство наше здравоохранение достаточно отклики поступили положительные. Сколько тысяч шагов нужно пройти во время такой прогулки? Ну, во время этой прогулки надо пройти 10 тысяч шагов, но это не всем под силу. Вот, если честно, то во время этих прогулок еще проводятся разминки, что и было вот во время той прогулки, которую я проводил. Вот, ну, наши пациенты, которые лежат в стационаре, они далеко не все могут 10 тысяч шагов пройти. Ну, я думаю, что если они пройдут в пределах километра, так, а это где-то около, наверное, двух с половиной, двух тысяч шагов, то этого будет вполне достаточно, чтобы с ними обсудить основные вопросы. А вы сами для себя ходите в такое расстояние пешком? Ну, я стараюсь, вот. Я, правда, не шаги считаю, я считаю километры, потому что у меня есть гаджет такой, который, значит, либо часы на руке, которые считают мои калории, сколько я прошел. Вот, потому что, как и большинство из нас, с возрастом кушать все хочется сильнее, вот, и за весом приходится следить. Поэтому, ну, я стараюсь, 5 километров – это гигиеническая дистанция, которую нужно проходить каждый день, чтобы себя хорошо чувствовать. Я стараюсь это делать, потому что, конечно, слишком очень много времени сидению на различных стульях, в различных там кабинетах приходится, вот. Потом много приходится подвигаться на автомобиле, естественно, это современные особенности нашей жизнедеятельности. И поэтому, конечно, ходьба, плавание – это очень хорошая вещь для того, чтобы профилактику проводить в сердечно-сосудистых заболеваниях и следить за своим весом, как за одним из факторов риска этих заболеваний. Спасибо вам большое за беседу. Пожалуйста. Мне вообще очень нравится сама вот эта философия, которая заложена в зерне. То есть огромная жизненная сила, огромный потенциал, который сохранён в маленьком зёрнышке. И когда человек кушает вот этот вот, ну, скажем так, зародыш, окружённый оболочкой из биологически активных веществ, то он получает максимум пользы в минимальном количестве. Все те жизненно важные, жизненно важные, на этом хочу акцентировать внимание, вещества, которые необходимы для развития любого организма. Молодого и старого, и активного, и болеющего. То есть, по сути, противопоказанием, наверное, для пророчного зерна может быть только какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Когда семя начинает проклёвываться, у него после долгой спячки просыпаются обменные процессы. Начинает работать ростковая зона и увеличивается количество ферментов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов и витаминов. Одним словом, как любящая мама старается дать своему ребёнку всё самое лучшее. Так и семечко щедро делится зелёным росточком наиболее ценными питательными веществами. В зерне мать природы сосредоточила огромное количество жизненных сил, которые только и ждут того часа, когда будет благоприятная ситуация, для того, чтобы они проросли. И дали толчок к развитию чего-то большого, нового, то есть огромного какого-то растения, да, которое потом созреет, даст плоды. И вот за счёт того, что в маленьком зёрнышке сконцентрировано огромное количество вот этих жизненных сил, то есть там и белки, и жиры, и углеводы, и в благоприятных условиях всё это начинает активизироваться, начинает менять свою структуру, начинает работать огромное количество ферментов, которые начинают перерабатывать эти белки до аминокислот, до жиры, до жирных кислот, там, да, углеводы, да, простых углеводов. То есть превращает их в более легко свою форму. Человек, кушая пророщенные зёрна, получает уже максимум полезного. Употребление в пищу проростков растений – это не новомодное увлечение, как думают некоторые люди. На самом деле, ещё тысячелетия назад проросшие семена использовались как лечебное и здоровительное средство у многих племён и народов. Сегодня можно купить пророщенные зёрна в обычном супермаркете. Главное – не нарваться на испорченный продукт, ведь тёплая и влажная среда, в которой растут семена, идеальна для размножения бактерий, и в том числе и вредных. Проще всего выращивать их самостоятельно. Естественно, не должно быть никаких коричневых проростков, никаких коричневых зёрен больных. И вообще, прежде чем проращивать, конечно, желательно перебрать это зерно, промыть хорошенько. Те зёрна, которые всплыли, они, скорее всего, либо протравленные, либо повреждённые. Их тоже нужно обязательно удалить. Это, кстати, очень важный такой признак того, что зерно, скорее всего, у вас не прорастёт, если после того, как вы его залили водой, зёрна всплывают. У меня здесь, да, действительно несколько видов. Вот это пророщенная зелёная гречка. Видно, да, здесь небольшие проростки, вернее, не разные длины эти проросточки. Я советую остановиться где-то на длине 1-2-3 миллиметра, не больше. То есть, чем меньше вот этот проросточек, тем больше в нём факторов роста, которые заставляют вот это зёрнышко проклюнуться. То есть, тем больше питательных веществ вы получите. Чем длиннее проросток, тем уже, конечно, меньше всяких полезных веществ. Ну, всё равно можно употреблять, даже если, там, допустим, 3-4 миллиметра, это тоже годится. Если уже более длинные проростки, вот, допустим, как здесь, это пророщенный нуб, не многие знают об этой культуре, но я её тоже очень люблю. Прекрасный источник растительного белка, легко усваивается. Также в ростках появляется витамин С, которого нет в обычном зерне. В пшенице после проростания увеличивается количество витамина Е, витамина молодости. Полезная и пророщенная гречка, в которой содержится много железа. Здесь, во-первых, нужно ориентироваться, вот так выглядит маш. Это он только на стадии замачивания у меня. Он ещё, конечно, не пророс. Ему ещё нужно, наверное, часов 8 его хорошенько размочить, чтобы он увеличился в объёме. Потом я солью воду и оставлю ещё на ночь. Утром у меня уже будут проростки. Проростить можно всё, что угодно. Люцерны, горошек, маш, фасоль. Есть пророщенные зёрна можно только утром. Идеальный завтрак – смесь яблока, изюма, орехов, йогурта и проростков. Проростки овса особенно хороши с творогом. Такая смесь полезна для волос, зубов и ногтей. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова